Всем привет, на связи Mabu. Mabu это платформа по разработке мобильных приложений и я рад приветствовать вас на нашем еженедельном субботнем подкасте. На наших подкастах мы с вами разбираем самые острые проблемы, которые связаны не только с Android разработкой, но и в целом с разработкой мобильных приложений. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что самое главное в обучении на Android разработчика и какие ошибки часто совершаются при обучении и как этих ошибок избежать, для того чтобы вы не отказались от своей идеи стать разработчиком мобильных приложений. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности, то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Я очень часто слышу такие вопросы, с одной стороны вопросы, с другой стороны людям нужна просто поддержка, и они уже не знают, что делать, и пишут мне в личку. Очень часто я слышу такое, что очень хочется создавать свои мобильные приложения, или очень хочется работать разработчиком мобильных приложений по найму, но я стараюсь изучать, изучать, но мне многое непонятно, и как-то все это сложно закручено, и в общем-то какая-то апатия у людей, и они уже готовы отказаться от своей, скажем так, может я скажу, что от мечты, как бы это громко не было сейчас заявлено, ну скажем так, от самой идеи стать разработчиком мобильных приложений. У такой ситуации, когда человек заходит, скажем так, в тупик, есть на самом деле несколько причин. Во-первых, это неправильное построенное обучение, что самое главное. Во-вторых, это ту информацию, которую человек использует, и те информационные обучающие материалы, которые они используют. Во-первых, при изучении вы очень часто можете... Ладно, существует два варианта обучения. Бюджетный и нормальный вариант. При бюджетном варианте вы можете либо за небольшие деньги стать андроид-разработчиком, либо вообще бесплатно можете стать андроид-разработчиком. И при дорогом варианте, таком нормальном варианте, вы идете на курс, где все структурировано. Причем курсы будут сделаны лишь на... Я беру курсы именно, которые связаны с личными консультациями на основе менторства. То есть, когда вы один на один можете задать вопрос автору. Все остальное, даже если платный курс, но нет обратной связи от автора один на один, я это не считаю за хорошие курсы, поэтому мы относим их также к бюджетным вариантам. Так вот, на бюджетных вариантах вы в основном либо поглощаете старую информацию, некачественную, либо вы ищете эту информацию в сети. А то, что в сети представлено, 80% это просто... В принципе, в основном все это верно, как оно представлено, так оно исполняется. Если вы повторите все, то код будет работать и у вас все будет хорошо запускаться. Но в плане культуры написания кода, в плане архитектуры, там все очень довольно-таки ужасно. И поэтому, используя ненужную информацию, вы будете писать по одной манере код. Потом вы со своим развитием будете понимать, что все это неправильно, что вы делали ранее, будете переучиваться. И вот такая вот постоянная степень обучения, постоянная степень того, что вы что-то делаете не то, оно вот и так же заставляет людей зайти в тупик. Но это не самая основная проблема. Самая основная проблема это манера обучения. Я очень часто вижу такую ситуацию, когда человек, обучаясь, он изучает, изучает, сохраняет какую-то информацию, сохраняет код. В общем, он берет то, что делает, это накапливает информацию. И даже, возможно, выполняет какие-то ненужные задачки на курсе. В общем-то, как это происходит? Вы приходите на курс и вам дают какую-то тему, да? А потом дают домашнее задание. В лучшем случае домашнее задание, когда вы должны сделать какой-то небольшой проект. Но это бывает довольно-таки редко. А в основном дают какие-то непонятные задачки, которые вы должны решать и присылать свои ответы на проверку. Но чаще всего происходит имитация проверки и зачастую никто ничего не проверяет. Но если вам повезло, то вам дадут домашнее задание сделать небольшой проект по материалам урока. И на самом деле, проходя такой курс, где нужно решать какие-то задачки, вы хоть что-то якобы практикуете, но на самом деле вы накапливаете информацию, накапливаете, накапливаете. А я вам так скажу, что то, что вы занимаетесь этим накоплением, и если вы то, что узнали, вы не реализовываете, вы не пишете каждый день код, то тогда все ваше обучение сводится на нет. Потому что все вы это забудете. Все, что если вы не проработаете это 3-4 раза на практике над писанием кода, если вы не будете ежедневно писать код, все это бесполезно. Вы все это забудете, от вас все это уйдет. Поэтому идеальный вариант в обучении, то есть вся самая изюминка, все самое главное правило в обучении, это, во-первых, изучение актуальных технологий с актуальной документацией. То есть изучение этой технологии по актуальным материалам, то есть те, которые работают сейчас, с учетом правильной архитектуры, правильного написания кода, правильной стилистики написания кода. И сразу же моментальная практика того, что вы изучили. То есть сегодня вы это изучили, закрепили, где-то все сохранили, завтра вы это повторили, сделав какой-то проект небольшой. Послезавтра повторив это, то же самое опять, и еще на третий раз закрепить это все. И тогда у вас будет откладываться это в голове, и вы это уже не забудете. И это у вас будет уже никакой якобы теневой там код, который научный, который нужно использовать. Это ваш реально работающий код в реально работающем проекте, и вы понимаете, как вы должны это и самое главное, где использовать. И очень такая еще важная вещь при обучении, вы должны задуматься уже на этапе обучения. Для чего вам нужна эта профессия? Вы хотите либо выходить на фриланс, либо брать заказы напрямую, либо трудоустроиться, либо вы хотите делать свой проект. Исходя из вашей цели, вы должны поставить себе в план разработку проектов. Например, если вы хотите выйти на фриланс, вы должны понять, какие проекты вам нужны в портфолио. Их нужно по меньшей мере три проекта. Если брать хотите на заказ, напрямую заказчикам работать, также три напрямую проекта. Если вы хотите трудоустроиться, хотя бы один проект нужен. Если вы хотите списать собственный проект, ну собственно вам нужно задуматься о том проекте, который вы хотите собственный описать. И уже вы должны знать, какой хотя бы один проект вы хотите Пусть больше нужно делать, но хотя бы один проект вы должны понимать При входе в обучающую программу вы должны понимать, какой проект вы будете создавать И вот вы начинаете обучаться И вы должны использовать то, что вы изучаете, уже примеряя на свой будущий проект Пытаясь его сделать с учетом, допустим, вы хотите создать приложение для интернет-магазина Вы заходите в программу, вы изучаете визуальные интерфейсы То есть создание кнопок, переключателей Вы уже на этом этапе должны примерно расписать ваше приложение То есть сколько у вас будет экранов, что будет на каждом экране, где будут какие переходы переходить И самое главное, уже на этом этапе вы должны понимать, скажем так, какие элементы управления будут у вашего приложения Где кнопка будет, где какое текстовое поле, какие цвета, какая панель навигации будет Какой акшнс бар будет, верхний, нижний, как меню будет у вас выходить Что у вас будет в главном навигационном меню То есть поэлементам должны уже набросать себя и по мере того, как вы все это изучаете Пытаться применять это уже в работающем проекте Ну, скажем, у вас не работающий проект, уже будут только зарисовки чернового проекта Но вы уже должны немножко понимать Потом вы, допустим, используете, изучаете RecyclerView, то есть построение списков Вы должны попробовать построить список, хотя бы примитивный список без базы данных Допустим, с каталогом товаров, обрисовать карточку товара, да, небольшую и вывести список Потом вы изучаете, допустим, этот список уже при работе с локальной базой данных на устройстве Тоже применяет И вот так вот вы шаг за шагом должны изучать каждую тему, каждую технологию Применяя к своему реальному проекту Когда вы пройдете весь курс, у вас, конечно, получится, знаете, такая сборка различных технологий в одном приложении То есть все это будет хаотично и как бы не структурировано Но вы будете уже уметь все это делать, потому что вы сразу практикуете И когда вы это сразу попрактиковав, вы закончили курс, теперь вы можете с чистого листа создать новый проект И все, что вы изучили, уже на это посмотреть свысока и понять, где вы это должны применять И уже начнете писать свой проект, который в дальнейшем можете положить в портфолио И самое главное, вы ничего не забудете, что изучили на курсе, так как вы это все попрактиковали И поэтому вы можете уже написать свой первый проект, который положите либо в портфолио, либо будете зарабатывать с этого проекта Как я сказал ранее, вы можете идти по двум путям Бюджетным и нормальным путям Бюджетный путь предусматривать, что вы либо работаете, изучаете разработку самостоятельно По различным отрывистым, скажем так, статьям, видео И также бюджетный, вы изучаете любой курс, неважно сколько он стоит, любой курс Но на котором нет обратной связи от автора, один на один нет консультации Это довольно-таки сложный путь, примерно вы его пройдете за полтора года Если будете каждый день пополнять, уделять, то за полтора года, за год вы пройдете этот путь Либо выбрать можете нормальный путь, премиальный То есть вы можете пойти на курс Но опять же не нужно рассматривать курсы от Geekbrain, снитологии, там Steelbox, Skillfactor, вот этого всего Вы можете найти курс, допустим, от преподавателя, у которого есть, скажем, даже свой YouTube канал Который предоставляет личное обучение, у которого не так много подписчиков Там 2, 3, 5 тысяч подписчиков И который делает курс именно только по Android разработке, допустим Если вы хотите стать Android разработчиком И который предоставляет вам на курсе личные консультации, то есть по факту менторства И вот с таким курсом, если я, конечно, за всех не могу говорить Но если вы ко мне придете, то если вы каждый день будете уделять времени, то за 3 месяца Потому что я вам предоставлю актуальную информацию, актуальные технологии И те домашние задания, которые я даю, они намечены на то, чтобы вы делали небольшие проекты И практиковались Тем более на курсе, у меня 11-12 неделя, это разработка приложения для кофейни На основе всех тех знаний, которые вы получаете на курсе Плюс еще подарок, если вы идете по премиальной программе, вы получаете курс по созданию мобильного приложения для интернет-магазина То есть у вас уже после курса будет как минимум 2-2 работы в портфолио И третью работу вы сделаете, какой-то свой проект, который до этого вы, допустим, запланируете То есть по факту, да, лучше идти, конечно, по премиальному пути, нежели по бюджетному Так быстрее и легче Ну, если у вас не хватает средств на это, то придется вам идти по бюджетному пути У каждого свой путь Так какой вывод мы можем сделать? Что самое главное вам при обучении Android-разработки? Самое главное, это обучаться на основе актуальной информации Только тех, на основе тех материалов, которые созданы с учетом правильной архитектуры, правильного написания кода Как это понять? Ну, ведь, допустим, на первоначальном этапе, когда вы ничего не знаете Вы не поймете, насколько правильно автор предоставляет свой код, качество кода Ну, один из таких триггеров будет, если вы увидите, что автор использует в своих работах, скажем так, в своем коде Функцию FindViewById, а не использует DataBinding, то оттуда нам нужно уже бежать Это плохой код Если автор вас обучает на языке Java, не на Kotlin, то это большие вопросы к автору Значит, он использует неактуальные технологии Поэтому тоже нужно уходить, зачем вам старье это все изучать Нужно изучать только современное И в дальнейшем, то есть, берете актуальную информацию, актуальную технологию Лучше всего, конечно, воспользоваться платным курсом, хорошим, с обратной связью И все, что вы изучаете, сразу практиковать Сразу практиковать, писать, писать Возьмите себе за привычку писать код каждый день Не будете писать код, да, у вас будет поначалу страх от Android Studio У вас будет, возможно, даже трясти от этого Вы будете всего этого бояться Но, если вы будете писать каждый день код, то через месяц страх уйдет Это у вас будет вызывать удовольствие Тем более, у вас будет невообразимо удовольствие Особо вызывать, когда вы напишите какой-то код Он запустится у вас на вашем смартфоне И вы увидите результат своей деятельности И вас реально будет это очень сильно заряжать Потому что я всегда говорю, что один из важных таких еще обстоятельств Который позволит вам стать успешным Android разработчиком Является быстрый результат То есть, вам нужно получить результат уже хотя бы через течение хотя бы одного месяца Какой-то небольшой результат То есть, научились делать кнопки, обрабатывать табы Отлично Научились работать с базой данных Вообще великолепно То есть, вы должны получить короткий результат Не ждать этот результат год, или два года, или полтора года, или полгода А получить его в первый месяц Это также очень важно То есть, мы используем актуальную информацию И практикуем ее с помощью написания кода Пишите код каждый день И получите несгладимые впечатления Когда увидите, что ваш код заработал И вы что-то можете И у вас Ваш код что-то делает на смартфоне А когда вашим приложением будет пользоваться миллионы людей То это другой уровень Просто удовольствия Вы будете Просто На самом деле, наверное, даже гордиться где-то собой Что вы сделали что-то классное В общем, такие вот советы я сегодня хотел вам дать Если хотите быстро обучиться на Android разработчика И сделать это, в общем-то, оперативно И качественно То записывайтесь ко мне на обучение Все ссылки есть в описании под видео Ну а на сегодня у меня все Встретимся на следующей неделе Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok